Всем привет и добро пожаловать на мой канал. У меня уже давненько не выходили какие-либо видео, поэтому сегодня я вам принесла большую-большую распаковку на всю вот эту вот коробочку, на всё содержимое здесь. Я очень взволнована, потому что тут очень много всего интересного, чтобы мне хотелось вам показать, распаковать. Я очень рада наконец-то получить эту посылку, у меня должна скоро прийти ещё одна, тем не менее классным картонным и мерчом, так что давайте не будем долго затягивать вступление, но перед тем, как мы с вами начнём, хочу вам напомнить, что у меня есть программ-канал, где я появляюсь намного чаще, чем здесь. Там мы с вами болтаем о картоне и не только, так что если вы не подписаны, то обязательно подписывайтесь, если вы хотите следить за мной, да, и там я сообщаю о выходах новых видео. И в ближайшее время вас ждёт много классных видео, так что давайте наконец-то перейдём к распаковке. И я на такой случай, да, прикупила себе новый канцелярский нож, поэтому давайте сами тоже вот так вот распакуем. Плюс сегодня я снимаю немножко вода в новой локации, потому что эта коробка не влезает на мой комод, где обычно я снимаю все-все свои распаковки. И вот такой вот милый канцелярский нож с зайчика. Такий канцелярский нож не справляется с этой большой коробкой. Так, я уже вижу кое-что очень классное. Тут у нас значки. Давайте сначала посмотрим вот это. Это свитшот из мерча Больдет Лав. Я посниму вам его отдельно, чтобы вам было видно, как он с ним по своему. Я очень хочу его скорее померить. Я хочу сказать очень большое спасибо Саше и Ни Диане за возможность получить весь этот мерч. Купить. И вообще спасибо вам большое. Давайте посмотрим на этот свитшот. Ой, знаете, он такой приятненький на ощупь. Он такой красивый. Он не влезает в кадр, но вам я специально посниму его отдельно. В общем, это у нас был мерч из... Да, из Больдет Лав по Пап Сторе. И этот свитшот носил хобби в эпизоде. Потому что он такой классный. Очень красивый. Вот такого кремового оттенка. Он кажется белым, но на самом деле он такой чуть-чуть кремовый. И тут есть розовенькое лого. Очень красивое. Еще тут розовое лого Петес. Посмотрите на это. Что-то, да. Что-то так вот. Тут немножко, наверное, подарочки выпали. Давайте посмотрим. С вами... Тут у нас подарочки. Смотрите на эту красоту. Очень красивые задники. Посмотрите. На этот красивый задник. Откроем с вами значки. Честно, я уже успела немножко подзабыть, что я вообще покупала. Поэтому где-то будет даже немножко для меня сюрприз, если же они моей памяти. Так. Здесь у нас с ней щечки. Я покупала значки. И мне очень нравятся. ручки, официальные ручки из мерча, первый у нас такой вот, ой, он такой сладкий это у нас первый, эти они вообще очень сильно нравятся так, посмотрите очень красивый, это магнитик и, ого, они такие огромные еще один, такой большой мне очень нравится, как Кореянки крушают ими свой рюкзак у меня, конечно, нет рюкзака, я не знаю, куда я их присыплю, но, возможно, что-нибудь, да, придумаю куда-нибудь что-нибудь красивое с ними сделаю такой вот бутерброд из карт у меня еще никогда не было столько картона, сразу давайте чуть-чуть упакуем карты я догадываюсь, в принципе, что здесь мы это ставим на самое-самое-самое последнее, и что я хочу еще, да, сейчас всем посмотреть это... вы вообще, мне кажется, сейчас попадете ой, оно так хорошо упаковано тут у меня кое-что очень интересное я тоже постараюсь подснять вам его отдельно, потому что он очень удобный, и это плед с посоком это была очень спонтальная покупка я вообще не планировала покупать что-то такое, но я его видела мне очень понравилась вот эта вот часть обратная где он, да, арт нарисован вот этот милый знаете, он такой приятный на ощупь это, в общем, довольно большой плед он двухсторонний заодно вот такая вот картинка я его посниму отдельно и обратная зелененький возможно, если вы знаете, то это мой любимый цвет поэтому вот эта вот часть, да, меня арт нарисина подкупила ну это прелесть осталось распаковать карты давайте начнем очень красивая упаковочка с тимином давайте попробуем вот так вот аккуратненько отклеить что-то отклеилось красивое о нет что-то я там испортила а, да, еще здесь и так очень красиво я ее сохраню первое, что у нас здесь это baby photo hobby очень хотела себе baby photo это потому что у нас было вроде гритинга 19-го года и выловила я это просто по какой-то дешевке я их даже ни разу не видела такую цену на baby photo и аккуратненько тут освободить вот оно выглядит я не буду его доставать из этой упаковочки скорее всего, прям так и положу в биндер вот так это, смотрите на эту так вам показалось, что вам было видно ну, так тоже не очень хорошо видно потому что так вот так дальше у меня идут карточки одна из карточек сету Wings которые я практически закончила вот так вот На карточках сайту. И это вообще-то от моих любимых туровых карт. Очень мне нравится эта карта. Такой тут хороший. Дальше у меня идут картики, которые были к сету Джуна. Это две туровые карты из чеснока. Очень-очень много карт сегодня будет. У меня теперь же есть желание собрать сад Чусока сад Джуна. Смотрю, просто не могу с красоты этих карт и очень красивый у них задничек. И еще один. Мне очень нравятся задники из карт Чусока. У них просто восторг. Дальше у меня идут мой Нам Джун, которого я выиграла в лотерее. Мне это сейчас все нормально достать. Доставить. Так. И так, тут у нас идет Чунгук из Самсунга. Точно не помню, вроде к телефону эти карточки шли. Очень мне нравится эта карта. Так. Дальше у нас идет Хобби. Отсюда же. Что такое должен быть Сак Джунгук. Вот он. Дальше у меня идет Нам Джунг из Декакита. То, что было в Ото 7 сайте. Мне очень нравится вот именно вот эта вот фоточка. Только она двойная. Ай, это мне очень вообще нравится. И также карточка Хобби из сингла. Я вот не знаю, как это правильно произносится. В общем, ну довольно тоненькая. Что-то прям вообще тонкого. Очень тоненькая. Так же у меня еще из этого Оста есть Сак Джин. Нам Джун не мой, а для моей подруги. Так. Тут у нас пицца Нам Джунг. Я очень рада, что наконец-то уловила эту карту. Потому что я все время на нее не успевала. Пропускала ее в разборах. И здесь только можно. Поэтому я очень рада наконец-то уловить пиццу Нам Джуна. Потому что я еще загорелась тем, что я хочу собрать сет. И у меня осталось только, получается, Чимин и Техён для полного сета. Следующий у нас это Нам Джунг для моей подруги. Из этого же Оста мне очень... Да, я заблазнила на эту карту. Она мне самой очень нравится. И мой Сан Джин. Карты казались супертонкими. И мой Сан Джин из Самсунга. Ой, такой хороший. Здесь у меня такая вот страничка с альбомными картами. У меня три карты из Хвояны. Я практически добрала сет. И мне остался только Нам Джунг и Техён для сета. Посмотрим сначала общую Хвояну. Я еще в последнее время загорелась собирать общие карты. Очень она хорошая. Я не могу достать пока эти карты из протекторов, которые так вот заклеены сзади. Дальше у нас Юнги. Мятный Юнги. Я очень рада, что наконец-то его купила. Это была одна из моих желаемых карт Юнги. Я сначала очень хотела, чтобы она выпала мне в альбоме. Но в моих двух альбомах он мне не выпал. Нам Джунг и Техёнг. Дальше у нас есть Чэймин. Не менее карта, которой я очень хотела. Рыжий Чэмин — это вообще любовь. Я рада, что у меня практически закончился от Хвояны. И также тут у меня карточка из Юнвы. Я на его колонн общая. Я очень люблю в последнее время общие карты. Эта карточка такая хорошая. И в конце будет потом интересно посчитать, сколько у меня в итоге карт получилось. Так, дальше у нас идёт Уби и Юнги. Освободим их от скотча. Конечно, аккуратно ко мне это не получается. Так, первое, кто тут у нас? Это Хобби Акоммерч Боксу. Записалась на эти карты, когда ещё не было даже, да, анонса какого-то. В плане какой будет концепту карт. В итоге, честно, пыталась продать эту карту, но так у меня не получилось. Но, видимо, да, останется она у меня. И потом придётся купить ему пару. В битре Саджина. Так, дальше у нас идёт Юнги Ковёр. Ещё один сет, который я очень мечтаю собрать. Пока купила себе только Юнги. Вроде, да, пока что только Юнги. Очень мне нравится эта карта. И вспоминая, за сколько я её купила, я просто невероятно счастлива, что он достался мне по такой цене. Просто смотрю на все эти карты и, ух, это что правда моё. Дальше у нас идёт Хобби, Кино, Капусану и Тукам. Наконец-то я смогу купить эту карту. Немножко с опозданием, да, но... И Юнги Суп. Я успела купить Юнги Суп. Успела продать эту карту. И теперь опять хочу её купить. В общем, я очень непостоянный человек. Но я ещё подумаю, просто я купила её очень, да, на эмоциях. И потом решила всё-таки её продать. Ну, теперь думаю, нужен ли мне вообще сет Супа. Всё, очень красивые деньги. Из Супа. Дальше у меня нам Джуны. И Кино Агбина. Эти карты нам Джуны я выиграла в лотерее. Это очень красивые карты с фолио. Я её очень сильно ждала. Кино с Арджином. Мне очень нравятся карты с кино. Кино с Арджином. Посмотрите на эти две карты. Они будут красивенько лежать у меня вместе в биндере. Здесь у нас идёт фолио на Джуна. Она обморливая карта с его фолио. Очень красивый карты. И два полароида. Вот это какие-то. Такой полароидик. Забыть, что я, оказывается, покупала ещё Чимина из Асара. Точно, точно, точно. Плюс тут у меня два дубля. Точнее, эти карты у меня уже есть. Но я сначала думала их продать. Либо кому-нибудь подарить. Но сейчас я думаю просто их оставить и носить под чехлом. Эти карты. Так, ой. Очень у меня вот так вот лежит. Хорошо, что он не решил сбежать из протектора. Так. Тимин из Асара Эф-версии. Это тоже я решила собирать сет. Но пока купила только Чимина. Думаю, что всё впереди. Вот решена идёт Чунгук из персоны. Я наконец-то начала собирать Чунгук из персоны. У меня до этого не было ни одной карты. И два полика из Би и из Гритинга Сакджина. Они шли просто вместе с сайта с другими картами. Поэтому я купила. Но вот думаю, что будут носить их под чехлом. Почему бы и нет. И Сакджин. Дэка Кит и Астронавт Японка. Да. Дэка Кит и Астронавт Японки. Первый у нас это Полики к Декакиту. У меня их не было. И сама рандомка Сакджины Декакита. Такой хороший. И голова карта к астронавту Японка. Она такая красивая в жизни. У нее такой красивый перелив сердечек. Такое вот, да, количество карт, которые даже не вмещаются все вместе. Так вот. Я еще решила, заляясь на всякий случай в коробку, посмотреть, ничего ли там не упало. Я нашла там магнитик Хосока. Не помню, что я такой покупала. И кое-что, что я оставила напоследок. Это кое-что очень-очень у меня влажное, так сказать. Очень хотела себе что-то подобное в коллекцию. И давайте, в общем, с вами откроем и вы все сами поймете. Но это что-то невероятное. Это подписанная страничка. Подписанная страничка Хосока. Я даже не знаю, что вообще сказать на это, потому что, честно, я не верю, что это реально подписанная страничка. Я даже пою все это вытаскивать из файлика. Давайте с вами вытащим. Я просто не верю, что я реально купила подписанную страничку. И что у меня наконец-то есть хоть что-то подписанное в моей коллекции. Мне всегда очень хотелось подписать на альбом. Либо, да, подписанную страничку какую-нибудь. Я наконец-то смогла себе это купить в коллекции. Поэтому сегодня такой важный день. Наконец-то получить вот такой вот. На этом моя распаковка будет подходить к концу. Я все с вами открыла, но это не конец. Обязательно подписывайтесь на мой канал, потому что скоро выйдут еще распаковки. Также организация карт. И скоро вы совсем увидите. Вы очень просили, чтобы я снова сняла апдейт своей коллекции карт. Поэтому скоро обязательно я сниму, и она будет на канале. Так что спасибо большое вам за просмотр. Не забывайте подписываться на мой телеграм-канал. На моих других соцсетях, которые есть в описании под каждым роликом. И еще раз спасибо вам большое за просмотр. Пишите, коллекционируете ли вы что-то. Покупали ли вы что-то, может быть, подписаны. Если у вас подписаны альбомы. Обязательно делитесь на меня с этим в комментариях. И спасибо вам большое, что посмотрели это видео. Всем пока-пока.